Паровозы в депо, гуси-лебеди на лужайке, лягушонка в коробчонке мчится на бал. С высоты заборной жизнью наблюдают аистые картины в цвете в одном из дворов многоэтажек в Дубасарах. Героев сказок жители домов сделали своими руками, а еще выкрасили в разные цвета скамейки, беседки, турники и качели. Вот такой ландшафтный парк в среднестатистическом дворе. И давно-давно, я даже не помню в каком году, эту мысль мы вынашивали с Верой Николаевной Ломаковской. Она много искала этих способов, методов дизайна, как это все распределить на нашей площадке. И вот то, что мы увидели тогда, то, о чем мы обсудили, довели до наших жителей домов, они с этим согласились, принимали участие в субботниках. У нас есть внуки, приходят, хоть даже выросли, для других детей так делаем. Красиво, для себя даже прилично. Мы люди уже в возрасте вышли, смотрим, какая красота. Красота и в подъездах, цветы повсюду. А это парк энергетика. В следующем году его ожидает масштабная реконструкция. Здесь построят несколько спортивных площадок, игровых зон. Сцену отремонтируют и перенесут на другое место. Деньги из фонда капитальных вложений. Ну а пока дубосарцы сами благоустраивают свое любимое место отдыха. Анна Ткача живет неподалеку. В прошлом году здесь установили детскую площадку, корабль, турник, появились новые тротуары, скамейки, фонари. Не хватало только цветов. Наша героиня взялась за дело, высадила вдоль тротуара гвоздики и хризантемы. Летом, конечно, было жарко. Они повяли, начали повянуть. Я ведерочками приносила воду, поливала их, чтобы... Утром прихожу, ага, они поднялись. А мне уже радостно, что они не погибают. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы люди относились к этому вежливо, чтобы не рвали, чтобы не ломали, чтобы было красиво для нас всех. Пенсионерка высаживает цветы в парке энергетиков уже второй год и недавно у нее появились помощницы. Говорит, каждый может сделать свой город лучше. Главное – начать.